Слава Господу! Приветствую вас всех! Я отвечу на некоторые вопросы. Вы говорили о подготовке к браку. Назовите несколько глубоких, назвали несколько глубоких важных граней этой подготовки. Есть ли это беседа или проповедь в печательном или аудиоварианте, сестра Наталья? Я скажу так. Я думаю, что-то есть, но, может быть, оно на немецком языке. Поэтому мне трудно сейчас сказать. Если оно есть в аудиоварианте, то, скорее всего, оно на немецком. Но если что-то будет, я могу попробовать петь и передать. Так. Первое царство, 28, 7-25. Как вы можете прокомментировать отрывок, был ли это Самуил? Если да, то как это возможно? Речь идёт о том, что Самуил был вызван этой аэндорской волшебницей. Я думаю, что это в какой-то степени всё равно останется тайной. С одной стороны, это возможно, можно предположить, что это возможно, и что это не обман, потому что это было во времена Ветхого Завета. И тогда, пока Христос не пришёл, то все умершие находились в царстве смерти, ожидая пробуждений. В какой-то смысле доступ к ним со стороны сил тьмы был. Но сто процентов это сказать нельзя. Это действительно большая загадка. Мы можем прочитать и услышать, что услышал Саул. И этого достаточно. Теперь один вопрос мне был задан. Он не был как озвучен сюда задавать, но я его скажу. У меня было спрошено насчёт того, что некоторые утверждают, что Аллилуйя Генделя – это Аллилуйя – такой хор, взятый из-за его оратории Мессия, что он харизматический, потому что там Аллилуйя повторяется несколько раз, много раз. И что есть люди, которые такое утверждают. Я спрошу, братья и сестры, не позорьте себя. Вы хоть подумайте, когда Гендель жил. С 1685 по 1759 год. Какая харизматия там. И повторение ритмическое, оно там не носит характер ритмической медитации. Как в харизматических песнях, когда оно крутится постоянно, фактически выталкивает человека на медитативное состояние, когда разум отключается. Ну вот, и приходит такое состояние, извините, кайфоподобное. Я не знаю, какое слово подобрать сейчас. Вот. Полуэкстатическое состояние. Этого нет уже там. Это просто такое величественное хвала. Некоторые люди везде, где они видят повторения, и где они видят синкопы, то есть перемещенные ударения, они сразу всё клеймят, как харизматия. Всё-таки написано, простите, я резко скажу, глупый не любит знания, лишь бы выказать ум свой. Вот давайте этого никогда в эту сторону двигаться не будем, а постараемся разобраться, в чём дело. Эта вещь ни в коем случае не харизматическая. У нас её тоже поют. Это оно из величественных таких духовных произведений, подобных ода Бог державен и другим вещам. И не надо бесчестить эти вещи. Так, поясните, пожалуйста, какой должна быть молитва в церкви, в смысле эмоций. В одних церквях молятся громко и темпераментно, хотя без присутствия благодати. В других более сдержанно и тихо. Какая должна быть новозаветная молитва на ином языке в церкви? С одной стороны, мы должны быть тактичны и сдержаны, с другой стороны, угощать Дух Святой. Объясните, пожалуйста, подробно. Видите, написано так, что всё должно быть чинно и благопристойно, да? Не написано, насколько громко. Есть церкви, в которой молятся громко, но нельзя визжать. Есть церкви, в которой молятся тихо, но нельзя уснуть. Вот эти края надо избегать. Вот эти края надо избегать. Я знаю, что у Вани Федотова молились довольно громко. У нас молились довольно тихо. Он пришёл к нам однажды. Там у нас было рукоположение. Мы перед рукоположением в разные квартиры нашего дома разнесли служение. И потом, когда служения были в обоих квартирах, мы на рукоположение собрались в нашу квартиру. Он встал на проповедь перед рукоположением. Говорит, мы там были наверху. У Ричарда, как всегда, тихо молятся. Но мы были на седьмом небе. Потому что было присутствие Божье. Нам надо искать присутствие Божье. Если для церкви привычно молиться громче, но молитесь. А как Беспалов говорил, если дует ветер и деревья в том саду, шатаются – это хорошо. Но если ты собрал свою семью и шатаешь все деревья, чтобы показать, что у тебя есть ветер, это по меньшей мере неразумно. Я думаю, вот это надо держаться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо.